А вот и победитель, который получает голду. Если ты тоже хочешь выиграть, то тогда подписывайся на канал, нажимай колокольчик, ставь лайк и в комментарии укажи ссылку на свой профиль ВКонтакте. Огонь скидка на водки.ру Доставай самые крутые премиум танки или 100 тысяч золота всего за 119 рублей. Стань счастливчиком дня и получи 5000 золота бесплатно. Ссылка в описании. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы поговорить о том, что стоит сделать, когда выйдет патч 1.0.2. Выйдет он совсем скоро, по текущей информации, должен выйти 12 июня. Ну, то есть, по сути, завтра утром. Ну, если ничего не поменяется. Итак, что же стоит сделать? Насчет двух танков Объекта 277 и К-91. Наверняка вы спросите, что с ними делать. Ну, а счет К-91. Те, кто этот танк качал, я думаю, они примерно представляют, что он из себя будет представлять. И стоит ли его качать. Потому что танк очень специфичный и не для всех. И я думаю, те, кто его качал, они уже примерно понимали, какой геймплей их ждет. А именно, кустовая ПТ-шка с очень ДПМным, скорострельным орудием, с хорошим пробитием, с неплохой динамикой, маскировкой. И, в общем-то, все действительно так. И этот средний танк значительно аппали, при этом несколько раз за тест. Поэтому сейчас К-91, ну, неплохой танк, на самом деле. На мой взгляд, уж точно получше, чем Т-62. И поэтому я рекомендую вам его покупать. Если вам такой геймплей нравится, если, собственно, вы качали эту ветку. Если вы не очень любите эту ветку, ну, такой геймплей, такую вот ветку, если она вам не очень понравилась при прокачке, то можно подождать акции и приобрести по акциям этот танк. Идем дальше. На счет 277-го. Нерф крайне значительный. В общем, вы сами все видели. Нам даже на тесте не дали покатать на этом танке. Сразу же понерфили его и, похоже, выпустят таким вот понерфенным на основной сервер. Поэтому, ну, сейчас надобность прямо бежать и покупать этот танк, когда выйдет патч, отсутствует. Потому что, ну, а зачем тратить деньги? Можно, в принципе, если вы все-таки хотите подождать каких-нибудь акций и, опять-таки, по скидкам приобрести этот танк. Тогда он еще стоит того. Ну, а так, покупать его с нуля, но стоит в том случае, если у вас много денег, если вам там их не жалко, и вы все-таки, ну, готовы приобрести такой вот средненький танк по ТТХ. То есть, ну, по вашему мнению, нерф не такой уж и значительный. И вы считаете, что, ну, какой-нибудь еще один новый танк 10-го уровня, он разнообразит геймплей. И, в принципе, и норм будет. Тогда, наверное, стоит. Я лично, не знаю, наверное, приобрету его. Потому что, считаю, что, ну, все-таки стример и вододел. Нужно знать, что я вообще с этим танком стал одним из первых. К тому же, деньги я уже накопил на линии фронта. Насчет Объекта 268 вариант 4. Этот танк просто супер сильно понерфил. Занерфил его в холомину, как говорится. И сейчас, в общем-то, играть в новом патче, я думаю, ну, особо не стоит на нем, если вы боитесь просадить средуху. То есть, если вы не статист, если вам пофигу, можете попробовать, там, поиграйте. Посмотрите, как он себя чувствует. Может быть, вы посчитаете, что нерф не такой уж и большой, как все говорят. Ну, и тогда в таком случае можно играть на нем дальше. Если вы новичок, ну, то есть, только прокачали эту ПТ-САУ к нерфу, ну, тогда все равно придется, наверное, покупать. Не зря же вы качали всю эту муторную ветку. Ну, это будет уже не то, но все равно, мне кажется, среди ПТ-САУ, даже после нерфа 268 вариант 4, не таким уж и плохим будет. Но, если вы все-таки не хотите, так скажем, вообще играть на нем, можно задуматься о его вообще продаже. Потому что аппать этот танк, ну, вряд ли будут, потому что, если разработчики аппают какой-то танк, то потом они, соответственно, следующий апп или нерф откладывают. То же самое. Ну, раз понерфили, значит, уже наверняка решили и, скорее всего, вряд ли будут аппать этот танк. Так, насчет трейдин. До 22 июня продлится вся эта фишка, так что, если вы еще не воспользовались трейдином, а хотели это сделать, может быть, там у вас лето, гулянки, шашлыки, и как-то, ну, все это мешает вам сосредоточиться на игре, тогда, ну, можете гулять и дальше. Но если все-таки вам игра, так скажем, ну, как-то небезразлична, и вам нужен этот трейдин, то советую им воспользоваться. Ну, можно сдать, например, некоторые бесплатные танки. Тот же ВК-168 над 1 или какие-то еще другие бесплатные танки. Это танки, которые вам не очень сильно нравятся, и они надоели уже стоять в ангаре. Ну, только выбирайте с умом, а то поменяйте шило на мыло. 4 июня, 14 июня выйдет футбольный режим новый. Разработчики уже об этом заявили. Режим будет, возможно, интересным и со всякими плюшками. Также, возможно, бонус-коды от разработчиков. И я считаю, что можно попробовать этот режим. Наверняка его будут делать качественно, к тому же, с новой графикой, к тому же, чемпионат мира по футболу. В общем, наверняка в него вложится ВГ. И, возможно, получится что-то интересное. Но если не понравится, то просто забьете. Далее у нас танки 6 уровня. Теперь можно разукрасить. То есть добавили на них краску. Добавили новый там ангар. Ну, вернее, для того, чтобы там всякие операции делать по покраске. Там смена камуфляжа и так далее. В общем, тоже, если любите красить танки, то 6 уровни уже для вас будут готовы в новом патче. Ну, и насчет модов. Очень такая распространенная тема. Многие сразу же говорят, блин, нас без модов играть тяжело в эту игру. Ну, ребят, сразу говорю, что, возможно, всякие косяки, глюки с этими модами. Потому что, когда они только выходят, то выходят они весьма такими недоделанными. Ну, очень такими пресными. И поэтому лучше подождать там пару дней. А то и неделю, пока их там настроят. Мы доделаем. И уже потом скачивать, пользоваться ими. Если же все-таки вам не терпится воспользоваться модами, то ставьте минимальное количество модов, чтобы поменьше лагов было. Ну, а насчет XVM-мода он в первую очередь будет глючить. Далее у нас включите генеральное сражение. Потому что изменилась одна из карт и добавилась новая карта. Зимняя, очень такая атмосферная, прикольная. Ну, так попробуйте. Может быть, понравится. Кто знает, также Бонн, там можно подфармить. Карты в целом, ну, неплохие, наверное. И там можно очень хорошо, эффективно выполнять ЛБЗ. Также поменяли некоторые стандартные карты. Типа там Малиновки, Фьордов и так далее. Ну, в общем, объяснять все это вряд ли получится. И не стоит, потому что, ну, там мелкие изменения. Прям карту всю не перекопали. Но учтите, что изменения есть. И не удивляйтесь, если что-то на карте поменялось. Если вы вдруг качаете еще ветку К-91. Например, находитесь сейчас на объекте 416. И скоро откроете 9 уровень. То стоит упомянуть то, что изменили танк Объект 430, вариант 2. При этом изменения колоссальные. У этого танка теперь хорошее бронепробитие на основных снарядах. Вообще характеристики сильно переделали. Опять-таки подснайперский танк. Теперь у Объекта крайне такое мощное вооружение. Ну и раньше оно было неплохое. Но теперь оно стало еще лучше. Также у танка изменилось бронирование в худшую сторону. То есть, естественно, теперь это снайпер. Брони практически нету. Забейте про нее. Даже не думайте, как раньше пробуют танковать башни. Ну, в общем, все это за счет орудия. То есть, апорудия, но нерв брони. Вот такие вот дела. Ну, что я могу сказать. Это точно не лучший патч, который я видел в World of Tanks. Здесь были, может быть, патчи и хуже. Хотя, это еще сомнительно. Нужно поискать хуже патч, на мой взгляд. Ну, все испортил нерв Объект 277. Ну, по сути, что тут этот патч? Ну, некоторые изменения на картах. Новая карта в генеральном сражении. Также изменения ТТХ Объекта 430, вариант 2. Добавление двух танков. Один из них понерфлен, другой специфичный. Танк, ну, такой себе. В общем, надеюсь, что разработчики следующий патч с поляками сделают действительно грандиозным. На это, я думаю, стоит рассчитывать, потому что все-таки, ну, в текущий момент аудитория танков, она, мне кажется, чуть убывает. И, естественно, нужно что-то такое грандиозное предоставить игрокам, чтобы они вернулись. И опять снова игра их заинтересовала. Потому что такими патчами, ну, вряд ли удастся аудиторию долго удержать. Но это, на мой, субъективный взгляд. Спасибо за просмотр. Желаю вам удачи. Пока. Субъективный взгляд.